Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы проведем занятие по обрезке ежевики. Сейчас у нас уже октябрь месяц, и вы видите, что ежевика – это первого года побеги. Это растение молодое, ему всего второй год, оно только-только набрало силы. И вот вы видите, прошлогодние побеги, они достаточно слабенькие такие, а побеги этого года, они выросли сильные, и сейчас мы будем потихонечку разбираться, что же нам с ними делать в октябре месяце. Видите, лист уже начинает потихонечку окрашиваться, значит, уже отток пластических веществ происходит, и, в принципе, старые побеги уже можно будет вырезать. А что делать с однолетними побегами? Так как у нас зимы последнее время такие, скажем, теплые очень, в принципе, можно ничего не делать. В прошлом году я, во всяком случае, поняла, что зима будет теплой. Расскажу вам, как поняла. Значит, у меня есть насаждение голубики, и в ноябре месяце я решила немножечко возле кустов подрыхлить субстрат, и обнаружила там личинки майского жука. Причем личинки майского жука делают такую колыбельку. И вот когда зима суровая, они уходят в землю, ну, минимум на 20 сантиметров. Здесь же их колыбельки были поверхностно, то есть 7-10 сантиметров, не больше, то есть совершенно поверхностно в таком рыхлом субстрате, потому что вы понимаете хорошо, что раз это голубика, значит, это верховой торф и щепа древесная. Вот поэтому, как бы я понимала, что суровой зимы не будет, я не укрывала, хотя это торфи сорт, американская селекция, то есть достаточно теплолюбивый, но, как видите, он нормально перезимовал. Но если у вас, допустим, дача на удаленном каком-то расстоянии, да, и в случае наступления внезапных морозов вы не успеваете так оперативно там буквально накануне укрыть, то что делать в таких ситуациях? Месяц назад я зафиксировала эти однолетние побеги на определенном уровне, да, потихонечку наклоняя. Вот он у нас немножко уже наклонился, да, и сейчас мы его еще раз зафиксируем на более низкой высоте, так, чтобы и не сломать его, и чтобы потихонечку приучить к наклоненному состоянию. Вот здесь у нас есть такой вот колышек. Мы просто зафиксируем вот проволокой пока. Вот таким вот образом, чтобы побег потихонечку привыкал к такому положению. Вот сломанный побег, да, сломанные побеги, конечно, лучше обрезать, потому что это будет излишнюю, будет раскачиваться, излишнюю флаговость придавать, и растению будет хуже. Поэтому такие вот побеги убираем. Здесь вот тоже был согнут то же самое. Ну, это как с точки зрения технологичности выходили растения на проход, поэтому на борозду, скажем так, и мешает хождению. Поэтому с такой целью мы тоже как бы удаляем такие побеги. Ну, а так, значит, вот отплодоносившие побеги. Вот это все было в ягодках. Вот, видите, отплодоносившие. И мы его вырезаем у самого основания. Не оставляйте большие, такие, как шипы, оставляют возле поверхности почвы. Если легко проникнуть секатором, проще вырезать полностью все. И все, и вот таким образом мы старую веточку, старый побег удаляем. И вот второй побег у нас. Тоже мы вырежем его прямо от самой почвы. Вот сейчас немножечко разрядилось пространство возле куста. И сейчас я вам покажу, чего не нужно оставлять в кусте. И малины, и ежевики. Потому что оставляются только сильные, полноценно развитые побеги. Вот три нормальных, хорошо развитых побега. И вот есть такой вот слабенький побежек. Его не нужно оставлять, потому что, вот смотрите, здесь уже одревеснело все. А вот этот, видите, какая у него макушка. Если вдруг, ну бывает такое иногда, что выскакивают заморозки, даже в октябре месяце, иногда бывает, что они кратковременно, но до минус 10, минус 12 иногда доходят. И вот через такой побег может подмерзнуть весь куст. Поэтому, если у вас такие побеги есть, и вы слышите, что заморозки могут быть накануне, такие побеги удаляются. То же самое делается у малины. Ну, я вам говорила, что это растение юное. Значит, и ежевика, и малина могут достаточно комфортно жить. От 8-ти до 30 лет зависят от почвы и от сорта, от культуры, от сорта. Вот поэтому, значит, когда растение разрастается, то на одном квадратном метре таких вот побегов должно быть не больше 8. У малины тоже в зависимости от сорта от 8 до 12 побегов. То есть провозная нормировка побегов, оставляются только сильные, хорошо развитые побеги. Ну, и постепенно вот они приучаются, отклоняются, да, и укладываются на зим. Значит, так как это растение молодое, то побеги еще не очень длинные. Чеканку, можно было проводить чеканку, но ее нужно было делать раньше немножко, да. Это нужно было делать в августе месяц на 20 сантиметров укорачивать побеги. Но в любом случае, если вы знаете, что будет, допустим, сильный заморозок, то, в принципе, можно подрезать до древесневшей части и заделать в этом случае садовым варом. Но я так не делаю. То есть они подмерзают, и потом весной сухое просто отделяете, и все. Значит, по поводу малины я уже сказала. К сожалению, демонстрировать я не буду, как вырезать эти кусты. Почему? Потому что у меня на участке только ремонтантная малина. Ее еще обрезать рано, она еще плодоносит. Но как только она отплодоносит, что касается ремонтантной малины. Значит, на суглинистых почвах я рекомендую обрезать полностью. И желательно у земли совсем как можно ниже, чтобы не оставлять вот эти шипы, чтобы потом они не мешали, лишнее такое захламление не создавали. Что касается Брестской области и Гомельской области, ну и вообще, что касается песчаных почв, там территории очень подвержены ветровой эрозии. Поэтому для снегозадержания я бы рекомендовала оставлять все-таки ну хотя бы 15-20 сантиметров. Все побеги обрезаются на этом уровне. Для чего? Для того, чтобы вот именно сдерживать эту ветровую эрозию. Почему малину ремонтантную нужно рекомендуется обрезать осенью полностью? Потому что на суглинистах полностью и, скажем так, в Минской области и на защищенных пространствах таких можно полностью до корней обрезать. Потому что тогда весной она начинает раньше вегетировать. То есть раньше начинают развиваться однолетние побеги. И смысл ремонтантной малины многие хотят получить двойное урожай. Ну, во-первых, если оставлять однолетние побеги на следующий год, значит, они будут плодоносить как летняя малина, но ягодка будет немножко позже, урожая будет меньше, но осеннего урожая практически не будет. Он будет, во-первых, очень поздно, и его будет немного. Но смысл вообще ремонтантной малины в чем? Чтобы уйти от малинового цветоеда. То есть все прекрасно знают, что у летней малины ягода легко повреждается малиновым цветоедом. И вот эти вот червячки очень неприятные портят урожай. Нужно защищать, а защищать достаточно сложно, потому что культура быстро созревающая летняя малина. И очень немногие препараты, инсектициды подходят для этого. Поэтому проблемы с этим есть. Ремонтантная малина, так как она не совпадает с циклом развития с развитием вредителя, это нам полностью позволяет уйти от этих химических обработок. И именно этим цена ремонтантная малина, потому что по вкусовым качествам, она же по биохимическому составу, она значительно уступает летним сортам малины. И смысл именно в получении поздней ягоды. Ну и скажем, вот сейчас октябрь, а вы видите, что вот ягода еще много завязей, она созревает, и ягода, ну это сорт Херитидж, и ягода очень достойного, достойных вкусовых качеств. И смысл в том, чтобы шлейф получения свежей продукции был максимально растянут. Именно поэтому назначение основное это. А для того, чтобы малина успевала взревать, такое иногда бывает. Вот, допустим, два года подряд, это и прошлый, и позапрошлый год, достаточно рано бывают такие кратковременные заморозки. То есть было такое, что 10 сентября и 12 сентября наступали кратковременные заморозки, понижение температуры до минус 1-3. Естественно, малина ремонтантная при этом и страдает. Но это, как правило, в низинах повреждается. Ягода, естественно, если она подмерзла, лист подмерзла, плодоносить она уже больше не будет. В этом как бы смысл есть. Но есть же и агроприемы, направленные на стимуляцию более раннего созревания. Поэтому лучше все-таки обрезать в ноли малину или оставлять буквально 10 сантиметров над землей. И потом просто весной начинать с обработок. Вначале не обработок, в смысле слова, химических, а именно с удобрений. И для того, чтобы подстегнуть развитие малины, старт ее, вначале вносятся лучше растворенные азотные удобрения. Это позволяет раньше начинать плодоносить. И, кстати, очень хорошо будут водорастворимые фосфорные удобрения. На осень я фосфорные удобрения никому не рекомендую вносить, потому что фосфорные удобрения самые дорогие. И это без цельной траты денег и времени. Потому что внесенные осенью фосфорные удобрения, они медленно перемещаются, но они из легко доступных форм очень легко переходят в недоступные формы. И когда температура воздуха и почвы, соответственно, снижается, фосфор не усваивается. И осенью у большинства растений корневая система уже неактивна. И вносить их просто не нужно. А подстегнуть старт нужно. И первое, что у вас требовано, это фосфорные удобрения и азотные удобрения. И для того, чтобы они сразу употребились растениям, лучше растворять их. Это можно и соли растворить в тепловатой воде. Степлевший такой. Начинает от плюс 12 градусов по Цельсию. Можно до плюс 16 для фосфорных удобрений. Это будет идеальный случай. И вот в виде раствора и в хелатных формах, пожалуйста, вносите. И тогда у вас малина начнет рано стартовать, ремонтантная. И тоже важно еще поливать. Потому что все ягодные культуры, они влаголюбивые культуры. И в засушливые периоды, если сухо и прохладно, то они развиваться будут медленно. А когда вы будете поливать, то они будут и развиваться лучше, и быстрее. Ну и как бы не будет различных нежелательных последствий засухи. То есть и удобрения будут проводиться лучше. Поэтому вот такие нехитрые агроприемы позволят вам получать вовремя урожайность. В более северных регионах, если это касается, допустим, России. Но я так думаю, что сейчас даже подбор сортов в Кокинском порном пункте очень хорошо занимался Казаков малиной. И теперь Евдокименко, это его ученик. И подбор ремонтантных сортов уже, скажем, для регионов России достаточно широкий. И просто нужно выбирать не западноевропейские сорта, а отечественные сорта предназначены для того или иного региона. И как-то сосредоточить внимание свое именно на этом, на подборе сортов. Значит, что делать со старыми побегами? Вы, в принципе, можете их измельчить и оставить на поверхности здесь же, вот возле куста. Но для того, чтобы это не создавало лишний инфекционный фон, потому что в любом случае, как на любых поверхностях, оседают различные микроорганизмы. Значит, для того, чтобы этого не произошло, мы поступаем точно так же, как поступаем с плодовыми деревьями. Вот сейчас, пока тепло, пока температура плюс 15 градусов есть, значит, мы обрабатываем 5-10% раствором мочевины по действующему веществу. Акцентирую это внимание на действующем веществе. Потому что, когда вы покупаете любое удобрение, вы видите там действующее вещество, да, и вот действующее вещество всегда указывается по азоту. И обязательно нужно это учитывать, да. И поэтому, если вы будете в мочевину, или второе название мочевины карбамид, обычно это самые широко распространенные удобрения, азотные. Значит, там коэффициент 2,4. То есть, вы смело умножаете. Значит, если 5-процентный раствор делаете, значит, у вас 1,2 кг пойдет на 10 литров воды сухой мочевины. Если 10-процентный раствор, значит, 2,4 кг у вас идет для приготовления 10-процентного раствора. Я бы рекомендовала брать осенью именно вот эту концентрацию, последнюю 10-процентную, потому что тогда у вас, что делают азотные удобрения? Они вносятся поверхностно, то есть, вы обрабатываете куст, она ускоряет дефолиацию, падение листьев, и лист уже обработан мочевиной, он будет очень быстро перегнивать. Ну, не перегнивать, это правильно сказать, а разлагаться, да. И таким образом вы уходите от сапрофитной стадии развития большинства грибов. Ну, и как бы это основное, это называется искореняющее опрыскивание, да. И точно так же этим раствором обрабатываете все, значит, ну, вот у меня здесь земляника такая мелкая, тоже обрабатываю все, потому что можно увидеть уже отсохшие листочки, значит, они тоже обрабатываются, и все, что такое сапрофит, это развитие на мертвой органике, да, то есть, они уже отмерли, и это ускорит их разложение, и мы уходим полностью от сапрофитной стадии, оздоравливаем таким образом, ну, и потом еще через неделю-две, можно дважды обработать раствором, либо азофоса, либо бордосской жидкости, и обрабатывается тоже как весь куст, так и вся прикустовая зона, ну, и вообще, собственно говоря, всю растительность можно этим раствором тоже обработать. До следующих встреч, ну, и желаю вам хороших урожаев!